ребята всем привет меня зовут аня этому очередной влог и если вы подписаны на мой телеграм-канал то вы уже в курсе этого если нет то у меня не очень такая хорошая новость касательно моего youtube канала в принципе для вас это никак не отобразится для меня но тоже не сильно дело в том что мне окончательно отключили монетизацию на ю тубе не путайте это с отключением монетизации для российских зрителей и пользователей у меня ее отключили полностью абсолютно то есть неважно откуда и как смотреть я не буду с этого получать доход в принципе это для меня не очень критично потому что большую часть времени что я снимала на youtube у меня не было монетизации а все то время что нам было то она была незначительной и последние месяцы вообще это трудно было назвать монетизации отключили ее по непонятным лично мне причинам точнее там найти накидали мне статей к типа на почитай сама разберись догадайся в общем рубрика додумай сам у меня нет никаких нарушений цена страна очень мало информации обо всем этом с другой стороны я вижу что очень многие с подобным и столкнулись и даже крупные блогеры и в принципе причины становятся ясна собственно да почему зачем я понимаю что на фоне глобальных скажем так проблем это ничего но все равно объединенный сам факт что все твои усилия все свои годы трудом они просто смылись в унитаз мягко говоря но если что я ни в коем случае не прекращаю снимать видео я их также буду стараться в том же режиме выпускать все что от вас требуется это просто поддержка моего youtube канала просмотры ваши лайки комментарии также можете подписаться на мои другие социальные сети особенно на мой телеграм там не все рассказываю гораздо раньше нежели чем здесь и заглянуть можете в мой шоп тоже в телеграме есть другой социальной сети и что нибудь там заказать это очень не поможет мне как для поддержки меня моего творчества и моего канала в том числе я если что ничего за просто так от вас не прошу то есть вы тоже что-то будете получать взамен по последним новостям на данный момент съемки этого видео может быть на момент выхода этого видео вроде как youtube пока что не собирается отключается знаете я как-то тоже все равно слишком рано бы не расслаблялась потому что как говорится у нас 7 пятниц на неделе и да мы с вами вот уже третью наверное минуту вы любуетесь на этот прекрасный вид из моего окна на это чисто не муж как стать и забавный факт здесь у меня примут перед окнами растут яблони и очень надеюсь что все таки они зацветут тогда будет действительно очень-очень красиво все это смотреть из моего окна потому что знаете раз на раз год они цветут очень пышные красиво несколько лет подряд из-за того что очень холодно они наоборот вот такие в таком состоянии монечка любит спать здесь и смотреть на птичек и крякать из-за них теперь с вами не будем о грустном перейдем к приятной части мне пришла очередная посылочка от моей зрительницы по имени дарима я надеюсь что правильно произнесла твое имя если нет то прошу меня извинить и знаете у меня опять рубрика у меня день рождения был в апреле подарки от вас я буду получать видимо целый год я вас не заслуживаю просто и не заслуживала я знаю только про одну вещь которая может быть там внутри настолько маленькая что по поводу всего остального я ничего не знаю так что давайте тоже вместе с вами распакуем эти коробки не всегда очень сложно открывать с горем пополам я вроде смогла ее вскрыть очень много всякого первое что вижу это мармеладки видеокулок про который я вам говорила правда здесь они разноцветные но вы меня очень хорошо знаете если вы не в курсе то я люблю все что связано с акулками если бы их реально конечно же не увидела я бы наверное испугалась мягко говоря и делая только в океанариуме 2 здесь кое-что наверное вот про то что я знаю хотя может и не знаю в общем это все достану и даже не знаешь чего начать у меня разбегаются глаза это у нас какие-то конфетки да это у нас леденцы со вкусом апельсина это у нас все конфетки-сосалочки я люблю все сладенькое все кисленькое жевательное и сознательное о масочка от нацифик большое спасибо еще масочки это у нас о май гад наклеечки с вишками немножко зайчат с морковками все что как я люблю просто милота это у нас я не знаю что тут внутри такая милая упаковочка так если что там записочка это у нас стикеры давайте мы с вами посмотрим господи вот наклейки это тоже мое все наклейка много не бывает тут видимо из всяких разных наборов тоже путем мы для скрабукинга использовать или еще найдем применение это стикеры в виде марок тоже очень-очень красивые сиреневые все как я люблю вот эти вообще отпад блин вот эта наклеечка прям мое все по-моему это какая-то артерка есть армия это наверное ее арты вот эти конечно да точно я видела эти арты я не знаю если честно автора но очень красивые наклейки эти стикеры лучший мужчина прямо здесь уже как бы можно догадаться какой главное этого мужчину аккуратно вскрыть просто называется двойной удар красавцев с не красавцем это карты хенджина из джевелл кейса который я очень хотела но у меня все не доходили руки и купить мне пришлось немного отлучиться чтобы достать всю эту красоту это просто о май караба мне почему-то все карты из джевелл кейсов у меня есть джисон и вот теперь хенджин и мне их обоих дарили в разборах они мне как-то либо не попадались либо попадались но я на них не успевала либо я в приоритете покупала другие карты короче мне для полноты комплекта теперь не хватает минхо и обещаю что я его сама как-нибудь докуплю по крайней мере очень постараюсь большое спасибо дарима за эту карту я не знаю она просто вау конечно карта из новых джевелл кейсов тоже хочется но пока что с ними тоже все очень сложно но я вот прям в восторге она рассказала то что ей якобы их двое попались хочется надеяться что это действительно так и ты не отдала мне своего последнего хенджина иначе мне будет очень неловко и это у нас просто плюшечка с хенджином да хенджина много не бывает я просто в безумном восторге и тут еще кое-что последнее я даже не знаю что здесь может быть вау это что-то рукодельное я сначала не поняла что это я сейчас опробовала к металлической поверхности и он магнитится это такой магнитик скажем так ручной работы и ударимы я как раз таки их видела если что я сюда профиль прикреплю примеры работ у нее можете посмотреть и просто идеальное сочетание розового зелененького все как я люблю это просто ну милота хоть на стену вешай я правда если честно про не знаю как выражать всю эту свою благодарность вам так как мне каждый раз получаю что-то от вас становится очень неловко потому что мне кажется что я должна тоже обязательно что-то давать тебе взамен к сожалению вас ну точнее к счастью вас становится больше а я у вас только одна как же мне вот сложно выражать свои мысли просто многие из вас когда делают для меня что-то подобное вы всегда говорите что данным образом вы хотите отблагодарить меня за все то что я делаю хотя мне кажется что ничего такого сверхъестественного я не делаю ничего такого особенного чтобы получать от вас только взамен мне кажется я вас правда не заслуживаю большое большое спасибо дарима за такой чудесный подарочек мне все очень нравится просто в этом видео как говорится идеально все так что если мои видео хоть немного делают вам лучше и отвлекает вас от всего плохого что может происходить то это очень очень ценно для меня да я просто сижу в восторге я хочу съесть весь мамилат глядя на карточку хенжина и на всю вот эту красоту если что вы мне ни в коем случае ничего не обязаны присылать или дарить это конечно все по вашей чистой воле мне всегда очень приятно получать такие подарки мне очень повышают настроение я надеюсь что все что я делаю вам тоже будет хоть как-то помогать вы не поверите что я решила попробовать сделать если кто не понял то это кимчи я сделала пробную небольшую партию всего лишь из одного качана пекинской капусты я не знаю просто два месяца последний хожу и ночь что хочу поесть кимчи потому что в моем городе нет к сожалению ресторанов корейской кухни и заказывать готовом виде я тоже как-то не захотела потому что дорого и очень маленький объем так что решила попробовать сделать сама это в принципе казалось не очень сложно знаю мой уровень готовки точнее его отсутствие я просто ненавижу что-либо готовить оно настоялось скажем так при комнатной температуре сейчас я буду убирать это в холодильник по запаху пахнет как кимчи ну по крайней мере которые ела в ресторанах по вкусу еще не знаю но буду пробовать я наверное 5-6 видео на ю тубе посмотрела и 4-5 рецептов в интернете почитала в принципе везде одно и то же приблизительно делала по самому классическому обычному рецепту красного перца я добавила скажем так в среднем масштабе я не знаю как получится по остроте если будет норм то буду оставлять те пропорции которые использовала я если недостаточно и если вообще будет съедобно то в следующий раз буду добавлять больше перца но надеюсь как бы чтобы испортить кимчи мне кажется нужно очень постараться вы знаете мне хочется просто поесть риса и кимчи ну или может там еще яйцо пожарить а так можно есть совсем подряд если кто не в курсе так что да буду пробовать попробовал я свое творение и хочу вам сказать что как минимум это съедобно во вторых это вкусно и в третьих это похоже в принципе на то кимчи которое я пробовала в корейских ресторанах по остроте получилось в самый раз средненько не сильно остро но и так не оба мне обожгло конкретно который я в принципе еще вчера обожгла поэтому в следующий раз хочу попробовать жареный рис кимчи наконец-то я утолила свою жажду наелась остренького наелась кисленького так что да если захотите попробовать сделать сами то тоже обязательно попробуйте в принципе рецепт везде один и тот же найти его не сложно ну не давай обзор альбома это хороший знак или нет ребятушки как вы уже поняли я забрала альбом street kids на него наверняка уже вышла распаковка но вы уже знаете что там внутри а лично я до сих пор нет я не знаю я до сих пор не могу нарадоваться не могу поверить что он до меня дошел хоть какой-то альбомчик пришел и как вы уже поняли я забирала его с джун и доставлялся он сбил логистика я конечно тоже нанервничалась от души я просто боялась что я приду и там не будет моего альбома потому что все этапы доставки указывали города а пункт выдачи не указывается и было очень странно то что шло например шарапова потом был выборг а потом пункт выдачи но не указывался мой город чтобы вы понимали выборг и мой город это абсолютно разные скажем так концы ленинградской области противоположные я не могла понять почему он именно в том городе хотя тот же питер это самый логичный транзит для доставки я счастлива что он оказался в этой ячейке в общем я первый раз забирал сбер логистикой если вы еще не забирали этим методом я знаю что многие из вас наверно тоже заказывали через джун и наверное многие из вас уже получили но если кто не знал и не знает я в первый раз тоже данным методом получала посылку мне просто сбер логистики пришел код получения я пришла в сбербанк на всякий случай подошла к девушке она сказала что да нужно подойти вот к такому автомату ввести код и нажать окей и вам будет выдана данная посылочка и я ввела эти циферки в надежде что если вдруг что-то не так то эта штука запиликает или что-то еще или там мне кажется моего альбома но к счастью все сработало мне вот этот волшебный звук открывающейся ячейки и альбомчик мне прямо в ручки попал так что да я до сих пор не могу дорадоваться единственное что конечно напрягает с одной стороны круто что вот это все подписано мне напрягает что вы здесь все расписано что лежит кто лежит от кого лежит вот это не дай бог вот какой-нибудь дебил найдется и заберет мой альбомчик короче я шла и пищала чуть ли не до всю улицу мне кажется на меня как на чокнутую смотрели короче да я просто рассказала как я забирала посылку для тех кто вдруг столкнется с берлогистикой хотя я знаю что многих с ней предостаточно проблем сижу пью кофе мой вид просто мой реорганизация полки от мой почему ты такая хулиганистая расскажи расскажи лапы грязные кого-то промыть делает вид что на английский ребенок я относительно недавно снимала организацию фотокарты этот биндер был пустым и после распаковки альбома street kids всего лишь одной лимитке этот беду уже потихонечку начинает заполняться плюс еще вот карточку подарили и плюс еще я жду часть мерча который вроде потихоньку идет я надеюсь что в скором времени у меня накопится карты для новой организации так что да будем с вами ждать и пока что будем любоваться всей этой красотой игнорируем мою кровать то что она без покрывала потому что я его сейчас пойду стирать так как пролила на него чай прямо себе нуляшки неважно у меня вот лежит такой журнал с ли но которая получилась в феврале месяце сейчас уже май на минуточку вторая половина мне его до сих пор некуда пристроить потому что он оказался очень большого размера чего я не ожидала я думал будет а4 а он как бы размера ну почти а3 вот листа единственное для чего я додумалась это поместить его в рамку сначала у меня была мысль повесить сюда над диваном над кроватью но к сожалению он там будет совсем маленьким и плюс мне нравится сама фотография сам плакат то что он минималистичный черно-белый поэтому я решила эту черно-белую обложку тоже вставить в рамку к сожалению она у меня черная просто знаете она в залежах было мы когда-то красили так что зачем покупать как бы новую рамку если можно использовать то что есть ничего страшного что на черное как бы ладушки в общем я думаю не будут отлично сочетаться правда вот это я ставлю здесь рамку может быть пока что сюда временно поставлю ли сюда на бок потому что это солнечная сторона хотя там в принципе выгорает нечего в общем возможно пристроить сюда мысли было сюда можно еще было туда пристроить но тут вешалка там все загораживать будет так что да настал твой час пристраивание в домик потому что на полке я не могу его хранить он мнется он вечно он никуда по размерам не подходит муне на него покушалась уже сто раз она на него просто походила пола пол уже ну как всегда тема потом покажу что в итоге из этого выйдет короче рубрика ждание реальность пока ему стекло и себе порезала палец колеба протирала следующее это то что тот белый лист который оригинальный от рамки он оказывается гораздо больше чем а3 но на нем есть всякие надписи которые видны и плюс лист уже не очень красивый я решила подложить обычный листик а3 но поскольку он меньше он сюда не очень подходит листа а2 у меня нет лишнего чтобы разрезать его до нужного размера короче еще выяснила то что оказывается обложка журнала больше чем его содержимое то есть то что внутри она выходит все за пределы обложки короче ладно если бы я это не сказал вы бы вообще-то не заметили ну короче да ничего я не умею делать нормально в этой жизни походу по итогу выглядит как-то так очень даже ничего эстетика да эстетика конечно это не моё оставим тебя пока что здесь тупо моя жизнь в этот раз я попробовала сделать рамян с кимчи кимчи и с яйцом короче у меня получилось не очень красиво потому что пока я разливала яйцо у меня это из королупа разлетелось в общем да я мастер готовки и вот этот острый рамен взяла ну в сравнении с корейским он не острый но в самый раз ну короче бульончик вместе с моим приготовленным кимчи получилось очень даже ничего так что сейчас буду пробовать так что эстетика не мою я вам каждый раз обещаю что я сделаю обложки для биндеров но что-то в последнее время у меня нет для них ни сил ни вдохновения у меня очень много работы поэтому как-то и идей особо сейчас нет и желание что-либо делать максимум что я сейчас хочу сделать это поменять просто вот эти фотографии я просто картинки распечатала карточки тоже пока что никакие не приходит и вообще непонятно придут ли они и у меня сейчас оказывается с альбом мистер и китс очень неприятная ситуация произошла но пока что не буду вдаваться подробности про все не выяснить регулярные версии о диннере с ними немножко все гораздо гораздо сложнее еще часть мерча она вроде как потихоньку идет но в лучшем случае она будет идти около месяца до админа к шопа и плюс еще берите в лучшем случае месяца на рассылку а то и полтора то есть в лучшем случае мне месяца через два два с половиной хоть какая-то часть мерча придет и то это только наверное треть того что я жду ладно пока что оставим так может быть наоборот лучше пока что сделать минимализм а то у меня все везде в стикерах постоянно теперь у меня есть мысль отклеить вот эти стикеры единственное остаются следы их очень сложно очистить но не знаю пока что правда наверное на этом моменте я уже пожалуй буду заканчивать свое видео но хочется его закончить на позитивной ноте потому что вас уже стало 12 тысяч и даже больше за что вам большое большое спасибо с одной стороны это не очень большая цифра если так представить это очень как много вас теперь реально становится все больше и больше не то очень приятно я надеюсь что мой канал будет потихоньку расти конечно может быть не так быстро как хотелось бы но может быть она даже к лучшему потому что в принципе вы у меня очень такая добрая и адекватная аудитория обычно да говорят у кипоп фанатов какой бяз такие стены но у нас с вами тоже самое типа какой блогер такие у него и зрители то есть надеюсь мы с вами будем жить мирно и дружно потому что в принципе негатива на моем канале минимальное количество это это какие-то левые люди как правило так что вы меня мотивируете все это делать и заниматься своим каналом не забрасывать его и я по возможности постараюсь продолжать снимать видео пока это будет возможно я всегда так говорю знаете я просто уже к любым исходом готова реально ладушки я уже буду заканчивать свое видео я надеюсь оно вам понравилось если это так не забывайте ставить пальчик вверх подписывайтесь на мой канал пишите что-нибудь в комментариях тоже по поводу коллекционирования по поводу вообще обо всем подряд пишите мне будет интересно обо всем почитать и заглядывайте мои другие социальные сети мы и телеграм мы там с вами общаемся там есть мой шок с брелочками тоже будет очень приятно если будете поддерживать посты лайками комментариями и также меня можно найти других социальных сетях там тоже есть мой shop и личный instagram то тоже можете если что заказывать и брелочки и там мы с вами тоже можем общаться все теперь точно с вами прощаюсь большое спасибо за за просмотр, мы с вами увидимся совсем-совсем скоро, всем пока-пока!